МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. Студия Александр Базаров. Вы сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чувашия вовсю готовится к предстоящему торжеству. День Республики мы будем отмечать завтра, но праздник уже начался. В эти минуты на Красной площади в Чебоксарах идет концерт участников фестиваля «Родники России». Сейчас там находится наш корреспондент Ольга Пырочкина. Она у нас на связи. Ольга, здравствуй. Саша, добрый вечер. Уже в 22-й раз наш 21-й регион принимает фестиваль народного творчества «Родники России». До 2004 года он назывался «Родники Поволжья». Однако с тех пор география настолько расширилась, что впору применять название «Родники мира». В разные годы к нам приезжали гости из США, Бельгии, Италии, Белоруссии, Венгрии, Египта, Ирана и даже Намибии. В фестивале участвуют фольклорные коллективы, народный хор, различные ансамбли песни и танца. И только в этом году, помимо коллективов из Чувашии, к нам в Чебоксары приехали участники из 39 регионов России и даже других стран мира. И сейчас у нас есть возможность пообщаться с коллективом из Екатеринбурга. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как ваш коллектив называется? Наш коллектив называется «Хор русской песни Уралмашевка». Мы из города Екатеринбурга. А теперь можно для наших зрителей специально кусочек из вашего выступления небольшой? Так, сейчас. Из-за Ельнику, Березни, куда? Из-за Ельнику, Березни, куда? Из-за Горького, Осин, никуда? Из-за Горького, Осин, никуда? Выбегала конь-добра лошадь, да? Выбегала конь-добра лошадь, да? Конь-добра лошадь булавная, да? Конь-добра лошадь булавная, да? Спасибо большое. Действительно волшебно. А у меня теперь такой вопрос. Ваше увлечение фольклором. Сказывайте, как на вашу повседневную жизнь. Может быть, вы, например, готовите только блюда национальной кухни, может быть, детей называете старинными именами. Да, называемый, меня внучка Дарья. Хорошо, а у вас? Что, нет, у меня дочь Дарья, внук Семен, я не знаю, это как-то с фольклором связано. А народная кухня? Племени, наверное. Блины, пельмени. Уральские. Уральские. Так, о курнике расскажите, что там? Ой, курник – это особое приготовление курицы с прослойками в тесте. Тесто, картошка – это курник. Вот у меня, например, дочь Ульяна. А сын у меня Никон. Это очень старинные имена. А вот лично от блюда у меня уже действительно текут слюни. Еще такой вопрос. Чебоксарском фестивале уже столько лет, больше 18, уже 22-й раз проходит. Как вы думаете, почему до сих пор интересно и участникам, то есть вам, и зрителям нашим? Как вы думаете? Почему интересно? Потому что это праздник души, в первую очередь, для всех коллективов, которые проработали, допустим, сезон. И под итог, мне кажется, вот этой творческой деятельности, вот этот фестиваль. Потому что после этого фестиваля многие коллективы идут на отдых до следующего сезона. И здесь раскрепощается душа, и все поют с удовольствием от всего сердца. Что ж, спасибо большое. Тогда я еще, наверное, напоследок на десерт попрошу еще один маленький отрывок. Пожалуйста. Словно камушки алмазные, ловы звездочки в тайгах, от Европы и до Азии, здесь буквально два шага. То Рябинка, то Смородина, то зеленый, то зеленый краснотал. Наша Родина, наша Родина, наша Родина, Урал! Ну что ж, спасибо большое. А я передаю слово студии Саша. Спасибо, Ольга, за такой предельно ясный, приятный рассказ и общение с нашими дорогими гостями. Но я замечу, что в эти самые минуты на разных площадках республики проходят концерты другого фестиваля «Фолкстейшн Чебоксары». В программе выступлений коллективов аутентичные и стилизованные обряды, вокальные и инструментальные произведения, обработки образцов народной музыки. На площадке перед Национальной библиотекой прошел концерт первого фестиваля «Фолкстейшн Чебоксары». Небольшой сцены участникам фестиваля стало мало. Спев несколько песен, артисты спустились к зрителям. И уже вместе с ними пустились в пляс. А мелодия частушек настолько универсальна, что их можно исполнять и на русском, и на чувашском языках. «Фолкстейшн Чебоксары» – проект, призванный сохранять историко-культурное наследие и традиции народов России и зарубежья. Фестиваль объединил на одной сцене этномузыкантов из 18 фольклорных коллективов. Кроме артистов со всей страны, в Чувашии выступят гости из Китайской Народной Республики и Италии. Кроме этого, знатоки обрядов и традиций станут участниками мастер-классов и творческих лабораторий по фольклору. Галоконцерт и награждение победителей фестиваля пройдет на Красной площади города Чебоксары 24 июня 2014 года. К другим новостям. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев в Самаре принял участие в третьем заседании круглого стола руководителей регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и верхнего и среднего течения реки Янзы Китайской Народной Республики. Вот что передает наша съемочная группа из Самарской области. По Волжье продолжают укреплять свои отношения с Китаем. В этот раз представительная делегация из страны восходящего солнца прибыла в Самару на совместное заседание круглого стола Волга Янзы. Причем иностранным гостям принимающая сторона решила устроить довольно необычный прием. Совещание проходило в прямом смысле слова на плаву. Дружеские мосты было решено наводить на палубе теплохода, который все это время бороздил просторы Великой Русской реки. Такая деловая экскурсия пришлась по нраву всем. Не обошлось здесь и без традиционной чайной церемонии, которую тоже проводили китайские гости. Она украшала официальную часть форума. Первый шаг к этой встрече сделали год назад именно регионы Приволжского федерального округа. Главы субъектов посетили Китай с официальным визитом, причем он продолжился неделю. И этого времени хватило, чтобы изучить потенциал местных провинций и их предприятий. Страна восходящего солнца и Россия заинтересованы друг в друге. Ведь отношения между странами сейчас активно налаживаются и на самом высшем уровне. Недавно с рабочей поездкой в Китайской Народной Республике побывал и Владимир Путин. И это придало мощный импульс на пути к дальнейшему сотрудничеству регионов и провинций. В свою очередь главы наших регионов, входящих в состав Приволжского федерального округа, абсолютно заинтересованы в успешном развитии этого сотрудничества, в реализации тех планов, которые мы наметили, тех проектов, которые сейчас находятся в различной степени готовности. И все регионы округа сегодня связаны двухсторонними взаимоотношениями с шестью провинциями Китайской Народной Республики, которые являются нашими партнерами. И эти соглашения, они уже носят не рамочный характер, а носят вполне предметный характер, который позволяет, уже имея всю необходимую нормативную правую базу, приступить к практической реализации этих проектов. За круглым столом главы регионов и руководители провинции встречаются спустя год. Ключевая часть этого заседания – презентация проектов и возможностей субъектов. По Волжью есть что предложить гостям. К примеру, в Татарстане планируют наладить прямое авиасообщение с городами Китая, а в Перми – открыть завод по производству упаковки чая. Чувашия тоже привлекает китайских инвесторов. Возможно, что в ближайшие годы в Канажском районе откроется завод по глубокой переработке сельхозкультур, а в Мариинском посаде – хозяйство по выращиванию соя. В перспективе в республике планируют открыть предприятие по переработке древесины, производству пластмассовых труб. Надеются стороны и на продолжение культурного обмена. И наши организации, наши предприниматели конкретно с конкретными предпринимателями, с конкретными коммерческими организациями должны заключать названных провинций. Кроме этого, у нас будет продолжено сотрудничество в сфере гуманитарии. Могу сказать, к дню республики практически приехали почти 50 артистов с Китайской народной республики. От презентации перешли к конкретным делам и заключениям соглашений. Чувашия закрепила устные договоренности официальными подписями с провинцией Аньхой и городом Чунцин. Воплощать свои планы в жизнь китайские инвесторы планируют в ближайшие годы. Очевидно, что это далеко не последняя встреча с зарубежными партнерами. Регионы они намерены посетить с официальными визитами. Формат «Волга» и «Анцзы» показал свою эффективность. Но этому проекту и сейчас прочат достойное будущее. Совместные заседания и форумы продолжатся. Двухсторонние отношения обе стороны намерены не только укреплять, но и приумножать. Возможно, что у регионов ПФО появятся и новые партнеры. Сейчас субъектам по Волжье удалось наладить контакты с шестью провинциями Китая. Дмитрий Ковалев и Антон Вовк. Республика. И Самара. Поддержка уже стартовавших проектов и содействие в реализации новых программ. В ближайшее время Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России намерены выделить республике необходимые средства. Договоренности были достигнуты на рабочей встрече руководителей ведомства Михаила Меня и главы Чувашии Михаила Игнатьева. Она состоялась в Москве. О каких именно проектах шла речь – подробности в следующем репортаже. Чувашия вновь в числе первых. Недавно стало известно, что в республике начнут реализовывать очередную государственную программу. В регионе построят более 200 тысяч квадратных метров жилья экономического класса. Возводить дома будут уже на подготовленных площадках, что существенно удешевит стоимость. То, что республике это удастся сделать за три года, у федерального министра нет никаких сомнений. В строительном комплексе Чувашии, отметил Михаил Мень, наметился рост. Данное министерство еще координирует государственную политику в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это стоимость услуг, это качество услуг. Это мы тоже обговорили. В принципе, по всем тем принятым нашим решениям и по утверждению нормативно-правовых документов мы в числе лучших регионов Российской Федерации все свои обязательства выполняем. Обсудили на рабочей встрече и реализацию еще одного важного проекта. В рамках федеральной программы «Чистая вода» в Урнарах закончили строительство одного из групповых водоводов. Сейчас такие прокладывают в Батревском, Шамуршинском и Комсомольском районах. Министр обещал оказать содействие. В региональный бюджет поступит необходимая сумма. Мы понимаем, что средства в этом году не предусмотрены, но средства в 2015 году будут предусматриваться. Мы заранее, опережая события, на сегодняшний день обговорили, как нам правильно подойти к участию в этой программе. Свои же личные условия улучшат и ветераны Великой Отечественной войны. В новые квартиры уже переселились более 5,5 тысяч человек. Районы администрации продолжают ставить их на учет в качестве нуждающихся в жилье. Михаил Мень пообещал содействие в решении этих вопросов. Из федерального бюджета будет выделено 200 миллионов рублей. Новоселье уже скоро сыграют более 200 ветеранов. Татьяна Молокова, Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов. Республика. О готовности к торжествам, а также о том, с какими показателями подошли к празднику, говорили на еженедельном совещании правительства республики. В 2014 году на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог запланировано около 2,5 миллиардов рублей. Причем 2 миллиарда средства дорожного фонда. На капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, многоквартирных домов и проездов к ним предусмотрено 105 миллионов рублей. Планируется отремонтировать 178 дворов и 72 проезда. Премьер-министр Иван Моторин обратил внимание коллег на недостаточно активную работу в некоторых муниципалитетах. В четырех районах до сих пор не прошли аукционы на выполнение дорожных работ. А также поинтересовался, какие меры принимаются к недобросовестным подрядчикам. Нарекания о качестве ремонта есть и по объездной дороге, и по Мурпосадскому шоссе, и по другим объектам. Пока на сегодняшний день действует гарантийный срок после ввода объекта. Действительно по объездной дороге, по легонам Табуа вопросы были. Администрация Чебоксарского района вышла с претензией по устранению замечаний. Ну и постоянно будем держать на контроле. Также на совещании подвели итоги седьмого Чебоксарского экономического форума. В его работе приняли участие более тысячи человек, в том числе представители органов исполнительной власти и организаций с 30 субъектов России и семей иностранных государств, из Минэкономразвития России, Минрегиона, страны, Торгово-промышленные палаты и Государственные думы. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. В канун Дня Республики в Чувашии появились новые производственные линии и логистический центр. Плюс 20 на улице, минус 20 на складе, вернее логистическом центре. Он начал свою работу на предприятии, единственном производителе мороженого в Чувашии. Новый склад позволит сэкономить на эксплуатационных расходах, увеличив при этом количество готовой продукции. Он экономически выгоден в эксплуатации. Кроме этого, мы достигаем такие результаты, что качество закалки мороженого, а мороженое, всем известно, оно закаливается, здесь гораздо лучше, чем там у нас было. Оно в отличном состоянии доезжает до потребителя. Этот производственный корпус на Конде открылся два года назад. Сейчас в нем будут размещены 9 технологических линий по производству кондитерских изделий. С окончательным вводом корпуса мощности предприятие увеличится на 27 тысяч тонн в год. Глава республики акцентировала внимание на том, что от эффективной работы предприятий республики во многом зависит социальное самочувствие ее жителей. Несмотря на сложности, сегодня наши руководители, предприниматели, у кого есть финансовые средства, кто привлекает в бюджеты источники, идут на риски, берут на себя ответственность, открывают новые производства. Новые производства – это новые рабочие места, что дает уверенность в завтрашнем дне. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Николай Яковлев, Республика. 22 июня – одна из самых печальных дат в истории России – начало Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Россия и страны, которые столкнулись с фашизмом, скорбят по тем, кто ценой своей жизни избавил мир от коричневой чумы. В День памяти и скорби глава Чуваши Михаил Игнатьев изложил цветы к монументу славы в мемориальном комплексе «Победа» в городе Чебоксары. В траурной церемонии также участвовали депутаты Госдумы и Госсоветы Чуваши, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, представители политических партий, общественных организаций, жители города Чебоксары и гости столицы. Традиционно траурные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, прошли во всех городах и районах республики. Серьезные задачи обсудили сегодня делегаты очередного съезда Чувашского национального конгресса. Для участников съезда каждая подобная встреча как праздник. Живущие в разных регионах России, наши земляки всегда рады хоть ненадолго вернуться на родную землю. Посмотреть, чем живет республика, как развивается, подумать, в чем надо объединить свои усилия. Общественная организация в статусе землячества автономно-культурных центров создана везде, где компактно проживают Чуваши. Поэтому так важен вопрос их взаимодействия. Со времени избрания нового состава руководства ЧНК прошло 8 месяцев. И в сегодняшней повестке дня обсуждение проекта нового устава Конгресса и учреждение отличительного знака, медали за заслуги перед чувашским народом. Вместо врачей в белых халатах сегодня пациентов республиканского детского онкоцентра лечила белая кошка. Подробнее о необычном методе в репортаже Ольги Пырычкиной. Те же аплодисменты и неподдельные детские эмоции. Только вместо театральной сцены – больничный коридор. В Чубаксарах продолжается особенный фестиваль для особенных зрителей. В детский республиканский онкологический диспансер Чувашский театр «Кукол» привез спектакль «Белая кошка». Вот так, наблюдая за приключениями, принцы, заколдованные принцессы, дети получили дозу важного, действенного и абсолютно бесплатного лекарства под названием «Хорошее настроение». Лечение наших детей в нашем отделении занимает длительный промежуток времени. И от настроя, ну, главное, положительный настрой, зависит результат. Поэтому мы вам, в принципе, благодарны, потому что, я думаю, дальше все будет у нас все только в положительных эмоциях. Мне очень понравилась эта сказка, потому что киска красивая. А ты раньше была в таких спектаклях? Нет, я первый раз вижу такое. И первый раз в «Кукольном театре» мне очень понравилось. Артисты театра отмечают этот спектакль, выбрали не случайно. Этот спектакль, он компактный. С этим спектаклем он легко собирается. Во-первых, куклы маленькие, они буквально маленькую коробочку все помещаются. И мы ездили вначале, потому что не по больницам, а бывали на квартирах, где детки не могут выехать в театр. И учитывается тематика, потому что детки-то особенные, хотя они чувствуют гораздо лучше, они воспринимают, у них восприятие другое, они больше воспринимают все это близко к сердцу. И тематика, конечно, тут, чтобы спектакль был такой уютный, домашний, чтобы добро всегда побеждало, чтобы принц, принцесса, чтобы было все красиво. Но, пожалуй, для тех, кто борется с болезнью, самое главное, что у сказки счастливый конец. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика. В 12-й раз в Чебоксарах проходит конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая». Он традиционно собирает творческих людей со всей России. В этом году фестиваль проходит по девизам «Мастера России, солнечные чуваши». Никита Стенников из Курганской области работает с берестой уже более пяти лет. Увлекаться прикладным творчеством начал еще в школе. Сначала работал с деревом. Но из дерева сложно сделать утилитарную вещь. Изделия все из бересты, они утилитарные. Береста не пропускает воду. Она очень хороший изолятор. Кипяток, который останется до 20 часов, останется горячим. В этом году в конкурсе принимает участие 53 мастера из 13 регионов России. Конкурс проводится в форме открытого уличного зрелища. В течение 8 часов мастера соревнуются на глазах у публики в изготовлении изделий на заданную тему. Я делаю кофейник, то есть емкость для кофе, чтобы подавать на стол красиво. И украшу ее народными чувашскими орнаментами. Среди всей красоты очень тяжело выбрать лучшее. Но победителя конкурса все же определить придется. Вручение приза главы республики и победителю Русь мастеровай состоится 24 июня на Красной площади. Впервые Чебоксары стали одной из точек большого маршрута Мус Энерго Тур. Несколько лет назад российские музыканты решили обратиться к опыту организации гастролей советских времен. Проще говоря, сесть в автобус и поехать из точки А в точку Б, давая концерты в городах и весях, попадающихся по пути. Состав коллективов, объединившихся под брендом Мус Энерго Тур, неоднородный и непостоянный. Бывало, что на маршруте к гастролерам присоединялись вдохновленные коллеги из разных городов. В Чебоксарах же выступают 19 современных музыкантов из Испании, Португалии, Швейцарии, Италии, Франции, Армении и, разумеется, России. Требований к репертуару тоже нет. Проект демонстрирует актуальные направления и течение европейской музыкальной культуры. Арт-рок, этно-рок, этно-джаз, авангард, электронику в самых разнообразных комбинациях и импровизациях. В своих выступлениях музыканты используют необычную технику, звуковые инсталляции, этнические, как древние, традиционные, так и современные музыкальные инструменты. Из Чебоксар музыканты отправятся в Самару, затем в Пермь, Тюмень и до Красноярска. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. Таким был день глазами журналистов национального телевидения. Завтра в нашем эфире в полдень смотрите прямую трансляцию сечеварского праздника Акатуй. В 18 часов специальный репортаж о праздновании Дня Республики и села Комсомольское. Затем вы увидите галоконцерсты Российского фестиваля народного творчества «Родники России». А завершится праздничный эфир галопредставлением участников фестиваля фейерверков. Я же Александр Базаров на этом с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова